Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Настя Годунова, и сегодня у нас рубрика премьера. Сегодня мы находимся на премьере клипа «Алина Делес. Молитва». Эта работа была изначально снята, потом переснята, монтирована, перемонтирована. Долго работа шла, два года она лежала, потому что я записала песню с Вячеславом Качиным и с Георгием Барыкиным, они являются авторами песни, затем переписала с Владимиром Курто и Павел Черных, который сегодня будет играть на гитаре, он сотворил аранжировку. Ну что, дорогие друзья, а я пошла знакомиться с гостями вечера. Мы с ним записали 40 песен еще, 38 песен, практически как зубы, понимаешь? И как он написал, он знает меня очень давно, 8 лет мы с ним работали. Больше. Будет больше. И начинали все практически на коленках. Нужно, чтобы атмосфера слов, так сказать, мелодика слов совпала с атмосферой, которая заложена в музыке. Но поскольку композитор Гоша Барыкин, мы с ним работаем очень давно, уже лет, наверное, 15 вместе, то быстро родилось. И плюс Алина добавила свою музыку души, к музыке музыки, к музыке слова. И в результате получилась достойная работа. Если эта песня, в первую очередь, найдет отклик в сердцах людей, если откроют эти сердца, если прикоснутся к душам, если люди что-то поймут в этом клипе, я скажу, это не модный клип, это не эффекты какие-то, спецэффекты, нет графики. Есть просто человек, который проживает свою жизнь. А расскажите, что вы ожидаете от премьеры клипа? Я ожидаю красоты, потому что я знаю певицу Лина Деллис, о том, что у нее невероятно красивые песни, очень чувственные. Эту композицию я уже слышала, и она меня очень тронула, и я жду, что это будет какое-то откровение. Когда человеку кажется, а когда мы живем? Во сне или наяву? И это те два тела, которые есть осознанное и неосознанное время проживания. И никто не знает, когда это лучше и спокойнее, и когда мы ближе к Богу, когда мы светлее, когда наши души смиренные, в спокойствии. Ожидаю хорошей и качественной музыки, и клипа хорошего ожидаю. Поэтому пришел провести сегодня вечер здесь. А как вы думаете, успех – это везение или все-таки работа над собой? Успех? Это, конечно, работа над собой, не только над собой, над всеми, кто тебя окружает. Поэтому думаю, что сегодня все получится, потому что команда у Алины хорошая. Это праздник из жизни. Надоело сидеть в запертих, хочется праздника. А какие профессиональные качества вы выделяете в Алине Делес? На самом деле, вот на нее посмотришь, у меня такое впечатление, что она всегда готова выйти. Хоть на Красную дорожку, хоть на, я не знаю, сцену КДС, Кремлевского дворца, куда угодно. Вот, наверное, это главное. Как вы подходите к выбору песен? Исключительно сердцем. Это мой компас. Нет, еще рано. Еще рано, еще не будем. Еще, Давид сейчас, прекрасное имя, Давид. Прекрасное имя, Алина. Как вы думаете, успех это везение или все-таки работа над собой? Это, ну, 20-30% везения. Остальное это труд, большой труд, работа. Это коммуникабельность, умение общения с людьми, общение со зрителем, быть тем человеком, который ты действительно являешься. Как вы думаете, в чем успех Алины? В характере. В ее личном характере. В ее уникальности, потому что она не похожа ни на кого. Вы знаете, Алина, мне кажется, не хочет казаться кем-то, кем не является. И при личном общении, в том числе и в творчестве, она остается верной себе. Не лезет из кожи вон, чтобы эпатировать, но в то же время делает все очень искренне и с какой-то внутренней энергией. Бесспорно женское обаяние. Это тут сразу. Прекрасный голос, она профессионал своего дела. Что еще может быть лучше для артиста? Артист с большой буквы. Потрясающая, потрясающе, удивительная певица, да. От всего состава, сестер. Я хочу тебе пожелать процветания в каждой сфере твоей жизни, дорогая. Я хочу, чтобы Господь тебя благословлял при входе и при выходе. Хочу, чтобы Бог благословил твое творчество. Ты уникальный человек. Еще раз хочу сказать, я благодарю Бога за встречу с тобой. Я считаю, что артист – это большая роскошь быть собой. Это действительно большая роскошь и это битва. Потому как только артист может выразить и дать ту наполняемость, которую он чувствует в отношении к людям и вот эту потребность. У нее очень интересный голос. Не похоже ни на кого. Ее можно отличить от ряда исполнителей. Она вообще необычная. И меня привлекает то, что она, помимо того, что она и певица, она еще и актриса. Она себя проявила как и драматическая актриса. Это дорогой уставит. Скажите, а что вы ожидаете сегодня от премьеры клипа «Алина Делес»? Я знаю, что песня называется «Молитва». И я думаю, что это очень серьезная вещь. Не знаю, будем ждать. Будем ждать вообще на самом деле с трепетом. Я понимаю всегда, как для музыканта это очень важно, выпускать клипы, как это затратно, и энерго, и материально затратно. Я очень рада, что у Алины вот так все получается. Жду песню. И когда в канун Великого Поста вышла эта песня «Молитва», я не знаю, как у кого, кто слышал эту песню до этого момента, до официальной премьеры клипа, «Молитва», но у меня было до такой степени до мурашек о том, что вы пели про меня, про мою жизнь. И я думаю, что любой человек, сидящий сейчас за столами, ну, точно вспомнил картину из своей жизни, когда эта молитва спасала его от депрессии, от неурядиц, от слез и много чего другого. Пусть станет этот день, тобой решен иначе, пусть жизнь мою покинет тень, Прости, мой трудный выбор, когда закат упал, как не любить нам тех ошибок, А не как гвоздь светильный начал. Все, что можешь, дай мне, Боже, каждый малый дом теплом ухраняй. Дай мне, Боже, дай мне, Боже, каждый малый дом теплом ухраняй. Дай любви мне, силы дай мне, Боже, каждый малый дом теплом ухраняй. А что вы можете пожелать Алине в столь знаменательном для нее день? Не останавливаться. Клипы – это наша составляющая всего нашего творчества. Нельзя останавливаться на том, что уже сделано, нужно всегда идти вперед. Я желаю Алине, чтобы ее песня дошла до сердец людей и кому-то, возможно, помогла в этой жизни. Хочу пожелать только успеха в самореализации и, конечно, быть в гармонии с собой. Сегодня я увидела совершенно другую Алину Дейлис, вдохновилась этим клипом и рекомендую вам его к просмотру. Это была рубрика «Премьера» и с вами была я, Настя Годунова. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok